Госдума приняла закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Законопроект коснется не только лиц, отбывающих наказание, но также граждан, которые уже вышли на свободу, но их судимость еще не снята или не погашена. Кому впервые разрешат службу по контракту, как будут освобождать завербованных заключенных и смогут ли бывшие заключенные уволиться из армии до окончания войны. Узнаем об этом у главы Берлинской правозащитной организации «Русь сидящая» Юрия Боровских. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Итак, Юрий, с чем же связана вот эта вот необходимость призывать на войну осужденных за нетяжкие преступления? Ну, такая необходимость обусловлена тем, что, в общем-то, война или так называемая специальная операция в России не очень популярная вещь. И люди, которые добровольно готовы в этом участвовать, они заканчиваются, да. То есть, когда Путин объявил частичную мобилизацию, очень большое количество людей покинуло Россию. Они не хотели в этом участвовать, видели для себя большие риски, да. И сейчас этих людей пытаются теми или другими способами вернуть страну, но при этом дать им какие-то определенные гарантии безопасности, да. И вместе с тем есть довольно большой круг лиц, в том числе вот осужденных по нетяжким статьям и статьям средней тяжести, которых, в общем-то, вполне можно призвать на войну провольно. То есть, ресурс военный, он заканчивается. Например, вчера появилась новость о том, что журналиста Сибирского, который был осужден за пейки российской армии, этому журналисту поступило предложение тоже участвовать в специальной военной операции. И то есть, вот это тот круг лиц, на который сейчас будет ориентирован рекрутинг на войну. Тех, кто еще не охвачен и тех, кто хотел бы участвовать. Потому что, если мы откроем пояснительную записку к закону, то в ней сказано, что большое число лиц было выявлено, которые хотели бы заключить контракт, но на данный момент не имеют такой возможности. Юрий, вот хотелось бы прояснить по поводу вот этих вот нетяжких преступлений, да. То есть, грубо говоря, осужденные за какие преступления, ну, что называется, подходят под вот этот закон и, соответственно, могут быть абсолютно добровольно призваны. Ну, к нетяжким преступлениям относятся те наказания, за которые менее трех лет, точнее до трех лет, лишение свободы, ну, например, кража. Да. Преступления средней тяжести – это умышленные действия, по которым срок осуждения составляет до пяти лет, и действия по неосторожности, которым срок осуждения составляет до десяти лет. Ну, то есть, вот, например, какой-то ЦТП с летальным исходом, да, которое было по неосторожности произошло. Ну, мелочи, да. Ну, а уж если говорить о заключенных с опытом краж, ну, это прям дело святое. Одна из ценностей российских оккупационных войск – уметь воровать. При этом осужденные по некоторым политическим статьям – терроризм, госизмена, экстремизм, диверсия и другие – не могут воспользоваться этим правом. А что так? Кремль боится, что именно эти осужденные развернут пушки в сторону непосредственно Кремля? Да. Безусловно, это люди неблагонадежные. И политзаключенные, они тоже, хоть в комфорту неблагонадежны для Кремля людей, но в Кремле это исключение закона, оно распространяется и на тех, кто посужден по статьям, то есть, связанным с изнасилованием и педофилией. При этом мы видим, что такие люди, в общем-то, служили в Вагнере, были отдельные отряды для них. То есть, ну, вряд ли это люди, которые пойдут развернуть пушки на Кремль, но, тем не менее, они представляют определенные риски, они неблагонадежные. И был случай с фигурантом дела приморских партизан, который тоже завербовался в Вагнер, за ним очень пристально следили, и при попытке перейти на штормы Украины его просто расстреляли. Вот, ну, по вот этому закону осужденные, заключившие контракт с Минобороны, будут автоматически помилованы после возвращения из так называемой спецоперации, если выживут, конечно. То есть, получается, грубо говоря, люди, не отбывшие наказание за свои преступления, получают вот такое вот помилование. Ну, там, насколько это с юридической точки зрения, ну, правильно, скажем так? Вы знаете, что касается помилования, то это то, что всегда подписывает президент. И когда зэков набирали в Вагнер, точно так же говорилось о том, что все они будут после шести месяцев, после окончания контракта помилованы. Но мы не видели такой информации нигде об этих помилованных зэков. И только недавно Владимир Путин сказал, подтвердил, что он занимается действительно такими помилованиями. Ну, как это будет работать на практике, непонятно. То есть, сейчас люди, которые принимают участие в так называемой специальной военной операции, они просто пропадают из баз судов. То есть, ну, это все такая, с правовой точки зрения, серая зона. И как захотят, так и сделают. Видимо, специально такие и задумывалось, на самом-то деле, чтобы можно было вот такие вот лазейки найти. Скажите, а вот с точки зрения будущего России, ну, те, кто выживет, сотни, может быть, тысячи, да, еще этот закон только вступил в силу, мы еще не знаем, сколько на него клюнет заключенных. Сотни, если не тысячи людей, которые не отбыли наказание, которые тут в Украине убивали, они вернутся в Россию. Это же даже не инфляция правовой системы, это ее ликвидация как такой. Это превращение государства в его возврат, не знаю, в 500-700 лет назад. Это мама анархия, папа стакан портвейна. Неужели этого не понимают на местах? Ну, окей, в Кремле там есть огромные вопросы у ряду медицинских специалистов к тем, кто там сидит, и не только к Путину, да? Но есть же, я не знаю, губернаторы, какие-то министры, да, понятно, они отчасти марионетки, но если у Путина огромная охрана, и ему вот эти вернувшиеся головорезы, они ничем не угрожают, по большому счету, то мэру какого-нибудь Усть-Ильимска могут угрожать. Это же страшно должно быть. Понимаете, как сказала Маргарита Симоньян, мы не можем дать за день, да? И все это планировалось, как мы возьмем Киев за три дня, а сейчас уже практически 500 дней, да? Но что с этим сделать? Всеми силами и всеми возможностями пытаются эту затейную операцию выиграть и достигнуть поставленных целей, да, как говорится. Конечно же, есть риски, и мы уже видим первые сообщения, да, есть Иван Ростамакин, который принимал участие в Вагнере, и после того, как он вернулся домой в Кировскую область, он убил бабушку, и на него опять завели уголовное дело, и он сел, да? Я думаю, что таких дел больше, просто не все они попадают в СМИ, и журналисты сейчас очень боятся писать о подобных делах, да, чтобы на них не завели там уголовное дело, опять же, о фейках, связанных с российской армией, да, как в случае с тем журналистом из Сибири, которому предложили идти воевать. И, конечно, это будет проблемой, и, конечно же, это будет боком, но вряд ли об этом думают сейчас. Сейчас первостепенная задача – это мобилизировать все возможные ресурсы для того, чтобы достичь успехов на поле боя. Вот это то, о чем сейчас думают. А что будет потом, завтра, послезавтра – это мало сейчас волнует российских чиновников. Хотя, да, безусловно, многие из них понимают, чем это все может обернуться. Юрий, а какая известная реакция на этот закон в тюрьмах, собственно? Потому что, когда год назад Вагнер начинал вербовать заключенных, многое было неизвестно еще о ситуации в Украине, о том, как развивается фронт. А сейчас уже, по прошествии года, уже все знают, как оказались те же бывшие заключенные в качестве этого штурмового пушечного мяса. И все прочее. Есть ли сейчас желание идти и воевать уже с Минобороны, уже не под знаменами Вагнера, а уже под знаменами Минобороны, воевать в Украине? Да, в тюрьмы эта информация тоже поступает. Но именно с этим и связано принятие нового закона, что вербовка, кем бы она ни осуществлялась, Вагнером или Министерством обороны, она же перестала быть такой популярной. Поэтому нужно расширить круг лиц, которых можно рекрутировать. Да, и вот это те люди, которым обещают помилование. Также был принят, кстати, другой закон, да, об особенности уголовной ответственности лиц, привлеченных к СОО. И он говорит о том, что те самые категории лиц, осужденные по нетяжким статьям и статьям средней тяжести, при получении награды они освобождаются. Вот таким образом, как-то мотивировать людей идти воевать. И, конечно, это то, что надо запросить. Знаете, Юрий, немножко все-таки удивляет вот сама формулировка этого закона, что речь идет о осужденных за нетяжкие преступления до трех лет, как вы сказали, да. Но, учитывая то, что эти люди слышат от, не знаю, как это называется, от коллег, да, от таких же осужденных, как они, например, истории о том, как вагнеровцы шли на мясные штурмы и погибали просто в каких-то невероятных количествах под Бахмутом. И вот такое вот осужденное за нетяжкое преступление, ну, если у него есть хотя бы какие-то задатки, минимальные задатки интеллекта, то он скорее выберет отсидеть до трех лет, нежели пойти и помереть в Украине непонятно за что. Здесь есть два момента. Во-первых, с такими людьми, которые готовы идти воевать, с ними очень хорошо работают, с ними проводят хорошую психологическую подготовку. И когда только начиналась вербовка, и у родственников заключенных, которые были согласны идти на войну, была забота каким-то образом отговорить этих людей, да, тех, у кого пыталось в итоге отговорить и воевать, они говорили, что на нас оказывали такое психологическое давление, да, с нами так хорошо работали, что мы уже были согласны туда идти, да. Это первый момент. Повеком всегда можно провести хорошую работу, да. А второй момент, что российская тюрьма, это все же ужасное место, из-за которой люди всеми правдами и неправдами пытаются уехать. Потому что, ну, все мы знаем, все мы слышали про пыточные колонии, про швабры, кипятильники и так далее и тому подобное. Да, то есть, опять же, если человек отказывается выполнять приказ, да, отказывается от вербовки, с ним тоже можно хорошо поработать и устроить ему такие условия, да, при которых он сам пойдет воевать, даже зная, чем это для него нужно закончиться. То есть, российская тюрьма, видимо, она страшнее, чем перспектива умереть в Украине на поле боя. А гипотетически, если вот подписать контракт, значит, с Минобороны, отправиться на службу, а потом можно ли, например, уволиться? Или там это не будет предусмотрено? То есть, ты должен там, ну, как-то все равно отработать. Ну, то, что там контракт, понятно, срок контракта, но еще и дальше. Мы понимаем, много случаев есть, когда, даже когда контракт у военнослужащего закончен, он, тем не менее, остается на передовой, и никто его никуда не отпускает, потому что, ну, людей просто нет. Здесь такой довольно интересный момент. По сути дела, этот закон приравнивает осужденных к контрактникам. А в условиях частичной мобилизации не предусмотрено, что по истечению контракта человек может покинуть зону боевых действий. Это возможно только в трех случаях. Первый случай – это по состоянию здоровья, если человек уже просто физически не может воевать, если он получил ранение, если он трехсотый. Второе – это достижение предельного возраста, который позволяет воевать. Значит, это до 65 лет для всех и до 70 лет для высшего офицерского состава. И третья причина – это наличие судимости. Соответственно, если человек совершает какое-то правонарушение, ну, дезертисту, например, если он дезертирует с поля боя, вот его поймали обратно в Россию, вот у него есть судимость, а дальше он с этой судимостью чисто теоретически может точно так же обратно отправиться в так называемую зону специальной военной операции. Масштабы маргинализации населения просто поражают, потому что выходит, что любой может пойти ограбить магазин, нажиться на этом, потом сесть, или даже еще до того момента, пока он сядет, его завербуют в армию, он туда пойдет. Вот если ему повезет, он выживет и вернется в Россию героем. Потому что в нынешней России герои только такие. К сожалению. С главой Берлинской правозащитной организации «Россидящая» Юрием Боровских говорили о новых креативных идеях российской власти по утилизации собственного населения.